Да, смерть — это лозунг, запрещенный в России национал-большевистской партии. А еще можно сказать, ну да, смерть. И эти слова, и пусть они звучат с другой интонацией, чем было придумано, лучше всего описывают то, что произошло с их автором. 17 марта русский писатель и политик Эдуард Лимонов умер в возрасте 77 лет. Сегодня поговорим о Лимонове с теми, кто его знал и, рискну предположить, понимал. Это журналист Александр Орлов, кинорежиссер Александр Велединский, критик Галина Юзефович, издатель Феликс Сандалов и политтехнолог Марина Литвинович. Это «Что случилось» — подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Извините, Эдуард Лимонович, я вынужден закончить, потому что мы едем сейчас в Кустурице. Мы уже опаздываем там, у нас там 15 минут, чтобы добраться там от бункера куда-то в центр Москвы, в дикие пробки. Это говорит журналист Александр Орлов. Сейчас он живет на севере Италии и находится под карантином, как и положено. Раньше он был североказахстанским и уральским журналистом, много переезжал. Потом оказался в Москве, снял небольшой фильм о Лимонове и помогал писателю, который оказался в начале 2000-х годов в тюрьме, с изданием его книг. Он говорит, ну хорошо, у меня, говорит, возникла одна вещь, в голове мысль одна. Они, говорит, меня с его продюсером Момой Мартаковичем, это такой продюсер, который деньги собирал на фильме «Кустурицы», они меня, говорит, уже довольно долго оттолковали с предложением продать им права на «Это я, Эдичка» и снять фильм по этой книге. «Кустурицы» прям очень горел желанием, ему прям нравилось это все, и он хотел прям это реализовать. И, говорит, я им отказывал, я говорю, а почему вы ему-то отказывали? Ну, говорит, вы понимаете, они хотели вместо писателя создать образ саксофониста. Ну, говорит, это неприемлемо, типа того, что для меня я напишу ему записку, что я согласен передать ему права, чтобы он начал снимать. Ну, говорит, у меня просто безвыходная ситуация по деньгам, и, говорит, я готов с ним наступить переговоры, и, говорит, готов ему там сильно уступить в стоимости этих прав. В общем, попробуйте это сделать. Но, говорит, обязательно скажите ему от меня, передайте кустурице, что его этот фильм «Подполье», а тогда ему там было, ну, 4 года, не знаю, там, этому «Подполье», что это неуместная, совершенно глупейшая фантасмагория, вот сказал мне Лимонов. Я говорю, ну что, так и передать, сказать, что вот Лимонов вам продает права на книгу «Это я, Эдичка» и говорит, что ваш фильм – это полное говно и неуместная, как бы пошлейшая фантасмагория на фоне тех событий, в которых он участвовал, которые там развивались. Он говорит, ну да, так и скажите. Я говорю, а что вам, как-то не нравится там балканский постмодернизм? Он говорит, ну, я не могу сказать, что мне вообще нравится постмодернизм. Так, не моргнул глазом, сказал Лимонов. Я говорю, ну а как же вот Павич, он тогда модный был. Он говорит, Павич, ну что такое Павич? Павич – это модный в***он, сказал мне Лимонов. Павич думает, что он Борхис, но он не Борхис. А Борхис – это как устрицы, изысканный как устрицы. Но, говорит, я люблю устриц, но мне не нравится Борхис. Можете так, говорит, ему и как бы кустурицей передать. Я говорю, хорошо. Но поскольку английский был не очень хороший, мы телефон передали ему кустурицей и объяснили, что вот Лимонов, да, кустуриц очень оживился, сказал, я обязательно с ним свяжусь. Ну, то есть, вот мы передали телефон. Ну, и, в принципе, я думал, ну, то есть, я себя чувствовал так абсолютно удовлетворенным, что, ну, как бы, наверное, большое дело сделали, потому что, ну, если бы кустурица экранизировал Эйчку, это, конечно, было бы, возможно, не то, что написал Лимонов. Ну, это был бы там отдельный, грубо говоря, шедевр. Тем более, кустурица был на пике тогда своих возможностей. Ну, вот он снимал очень хорошее кино, только что «Черная кошка», «Белый кот» вышли. Ну, могло все получиться. И потом Лимонов посадили. И уже потом, после того, как его выпустили, я у него спросил, говорю, ну, а что там, какова судьба-то всего? Он говорит, да. Говорит, они мне типа того, что перезвонили, мы как бы начали переговоры, но, говорит, меня просто упрятали в тюрьму, и они никак не могли со мной связаться. И связаться с адвокатом, который ко мне в тюрьму ходил, говорит, ну, к сожалению, не вышло. С этой историей мы, конечно, забежали вперед, но она уж очень хороша, хотелось с нее начать. Давайте попробуем сейчас все расставить по порядку, то есть расскажем о том, как все начиналось, как появился на свет Лимонов, где родился и что с ним было дальше. Ну, родился он в 1943 году в городе Горьком, нынешнем Нижнем Новгороде, но большую часть жизни прожил в Харькове. Еще в школе начал писать стихи. Потом юношей переехал в Москву и с собой взял в столицу только швейную машинку. Он на ней шил джинсы и, как сам говорил, и это сейчас будет цитата, задолго до китайцев, понял, что такое контрафакт. Шитьем он на жизнь зарабатывал, а посвящал свою жизнь литературе, стихам. Притом таким стихам, которые были принципиально непроходными в советской печати. И как многие писатели этого поколения, которые вступили с советской властью в эстетическое противоречие, Лимонов оказался на Западе. В 1974 году в США, а в начале 80-х во Франции, в Париже. Книжный критик Галина Юзефович объясняет, как Эдуард Лимонов стал нетипичным советским писателем и мигрантом за границей. Лимонов вообще был абсолютно перпендикулярен всей русской эмиграции, что в Америке, что во Франции, вообще везде. Потому что в среднем русские эмигранты за рубежом, они как только пересекали границу Советского Союза, они начинали немедленно, катастрофически проветь. То есть у них все их политические взгляды сдвигались вплоть до, ну, таких субфашистских. То есть, скажем, политические взгляды Бродского были очень радикально правыми. Лимонов в этом смысле был абсолютно иным человеком. Он как уехал леваком, так он и за границей остался леваком. Он был в Америке леваком. Он общался с американской рабочей коммунистической партией, что с точки зрения, понятное дело, всего эмигрантского сообщества был чудовищный зашквар. Он писал в статье, вот вчера как раз посмотрела некоторые его эссе того времени, это, ну, в общем, практически призыв к свержению диктатуры капиталистов и утверждению левых идей. После того, как он переехал во Францию, он тут же задружился с французскими коммунистами, и он писал для левой французской прессы. То есть он разговаривал уже не только с эмигрантским читателем, но и с, собственно, французским читателем. Вообще, вот это удивительное его сочетание того, что он действительно стал успешным за рубежом, один из очень немногих, причем успешным не в рамках эмигрантского сообщества, а гораздо в более широком масштабе. Оно в нем удивительным образом уживалось вот с этим его такими левацкими взглядами. Но тут важно понимать, почему на Западе Лимонов был гораздо более приемлем, чем в эмигрантской среде. Вообще и американский интеллектуал, и тем более французский интеллектуал того времени, он преимущественно левый. Поэтому Лимонов был во многом гораздо понятнее для зарубежной публики, чем для своих бывших соотечественников, именно в силу этого, потому что на Западе быть леваком было приемлемо, было допустимо, более того, было вполне естественно для писателя-интеллектуала. И, конечно, невероятная яркость его ранних текстов, помноженная на его чисто человеческую яркость, на его яркую политическую позицию, всегда примерно одинаковая удивительным образом. Конечно, это очень сильно его выделяло из всей эмигрантской среды, из всей эмигрантской литературы и культуры в среднем. В 1991 году Лимонов вернулся в СССР, и с тех пор он сам считал себя не столько писателем, сколько политиком. Кстати, не только российским. И это подтверждал он делом. Например, ездил в Югославию во время войны в начале 90-х и выступал на стороне сербов, ну, или принимал участие в Абхазо-Грузинском конфликте 1992 года, тоже не на стороне грузинского центрального правительства, а на стороне Абхазии. Но главное, Лимонов был вождем НБП, национально-большевистской партии, которая вместила в себя и левые, и правые, но одинаково радикальные идеи. В этой партии в разное время состояли художник Сергей Курехин, музыкант Игор Летов или мыслитель Александр Дугин. При этом НБП никогда не была официально зарегистрированной партией, а в 2000-е годы власти даже ликвидировали ее как общественную организацию через суд. И главные офисы нацболов, их штаб-квартиру, они назвали ее штабом и проводили там много времени, силовики брали штурмом, причем не раз. В очень спокойные времена, в начале 2000-х, на первом сроке Владимира Путина, НБП были без всяких скидок самым активным, самым радикальным политическим движением в России. Они устраивали акции протеста, в том числе с захватом органов власти. И не только в России, кстати говоря, они это делали, в странах бывшего СССР тоже. Поводом для заграничных акций обычно был русский вопрос. Нацболы выступали за пересмотр постсоветских границ и объединение земель, населенных русскими, в одно государство. Вот что вспоминает о приезде Лимонова в Северный Казахстан журналист Александр Орлов. Кто-то нацарапал на свежевыкрашенной двери слово и проиллюстрировал свое смелое заявление. И вот как бы с этого момента я вдруг понял, что там, что в этом писателе что-то есть, что есть какой-то там объем, что можно там сказать так буквально несколько слов и там целый мир раскрывается, да, и что это ироничный писатель. И вот как-то так вышло. Я познакомился с ним в Северном Казахстане, он приехал, понятно, поднимать там восстания, делать революции, он там еще несколько человек. Это было в 96-97 году. Я родом оттуда, я уезжал, возвращался и я начал работать там журналистом. Я должен был записывать с ним интервью и перед интервью он мне сказал, говорит, пожалуйста, давайте обойдемся без упоминания негра в этом интервью. Я говорю, а извините, а какого негра-то? И он начал смеяться. Ну хорошо, да, мы не будем упоминать, но а в чем как бы проблема? Он начал смеяться. Простите, тут мы должны вставить Юрия Дудя, который не удержался и спросил про это. Вы знаете, один из самых популярных запросов в Гугле, если вводить Лимонов и ждать, что выкатится вторым словом вместе с ним? Как вы думаете, что это? Откуда я знаю? Не знаете. Лимонов и негр. Во всех интервью, которые я смотрел, пока готовился, когда речь про это я, Эдечка, старая история никак не могут отмыть меня от моей первой книги. Именно это. Подождите. Я не верю, потому что я пользуюсь различными... Секунду. Не надо мне доказывать, садитесь. Секунду, секунду. Я останусь при своем мнении, а вы мне это самое. Не тратьте время. Миллионы, миллиардов человек интересовало именно это, но меня это не интересовало, и он обратил на меня внимание, и с этого у нас все началось. Он меня спросил, а вы что-нибудь читали вообще? Вы готовились к интервью, вы что-нибудь читали к этому моменту из того, что я написал? Хотя мне это не важно, я же политик, он тогда только начинал. Мне не важно, я не писатель, но вы хоть что-то читали? Я ему сказал, я прочитал ваш великий рассказ Цинга. И он еще больше начал смеяться, и с этого начались отношения. Я потом, справедливости ради, все-таки прочитал несколько его книг. Они произвели на меня сильное впечатление. В 97-м году ничего не произошло. Они приехали, огромное количество, ну, то есть, местные, не знаю кто, казаки, не казаки, ну, то есть, это мои земляки. Ну, мне было смешно, конечно, когда Лимонов говорит, что они там хотят поднять восстание, потому что это там и близко не было. И все люди, которые должны были с ним приехать, там, три вагона жириновцев, там, десять вагонов еще кого-то, ну, то есть, вот на эту великую битву. Там никого не оказалось. Они приехали, девять человек, встретились с большим количеством милиционеров, тысячи полторы, наверное, согнали в этом маленьком городке на железнодорожную станцию. Их заставили подписать какие-то бумаги, что они ничего такого противоправного не делают. И, в принципе, их отпустили, и они потом поехали. Я дозвонился додороги Назарбаевой. Она приняла их там в Астане, их там почивали все, и даже в этом, как читали, куда они приехали, там для них службы безопасности варили бешбармаки. Ну, конечно, они были ошарашены, они думали, сейчас их начнут пытать и расстреливать, но ничего этого не произошло. Все-таки про Северный Казахстан. Вы русский Северного Казахстана, и у Лимонова в части вот этих обвинений, хотя дело строилось на хранении оружия, но все-таки подразумевалось, что он собирается с группой, не знаю, однопартийцев вторгнуться в Северный Казахстан, захватить там власть, а оттуда уже пойти на Россию и объединить все русские области, перекроить постсоветские границы. У вас неужели нигде не ёкнуло, вот я из тех мест, я не хочу, чтобы война туда пришла. Не было никакого противоречия. В интервью своих Лимонов, которые я с ним записывал, вполне себе, как мне тогда казалось, вполне себе однозначно говорил, кто они такие, что они там собираются делать. Ёкало, да, ёкало, и я, собственно говоря, никогда до конца не разделял их. Вот принцип, когда мы придем к власти, мы сейчас начнем тут войну по всему периметру границ. Это самое главное, чего мы хотим, потому что война, это прекрасно, она освободит нас всех. Как бы да, но тем не менее. Позже, когда их поймали на Алтае, и там уже было какое-то оружие, они собирались там, ну, они совершенно однозначно собирались сделать то, что вы говорите, то есть я как бы от них не слышал, но это было очевидно, что они попробуют это сделать, там, то, что там Кульчи Гевары, там, и все остальное. И Лимонов, как бы он видел себя в этом, то есть как бы, ну, он как бы, он это делал и писал, ну, как бы о себе, да, ну, это такой был литературный инструмент. Кстати, в 90-е лимоновцы были далеко не единственной политической силой, которая высказывалась по русскому вопросу. Например, об этом же говорили жириновцы, и НБП, нацболы вместе с ЛДПР были такими родственными, близкими движениями. Но в отличие от ЛДПР, которая потом стала респектабельной парламентской партией, нацболы в 2000-е не изменились, они не растеряли своего радикализма. При раннем Путине с 2001 по 2003 год Лимонов сидел в тюрьме. При этом и сейчас это довольно сложно представить, чтобы известный писатель, общественный деятель, политик оказался в тюрьме, а никто не захотел бы за него заступиться. Но это свойственно Лимонову. Он и в эмиграции, и в политике был таким отверженным парией. Журналист Александр Орлов тогда работал на Владимира Гусинского, у которого только-только отняли телеканал НТВ. Сначала Орлов был на ТВ6, а потом на Эхо ТВ. Это был такой телеканал родственной радиостанции Эхо Москвы. И на тот момент в Москве от него отвернулись вообще все. Ну, то есть, это была закрытая тема. И вся либеральная общественность, так называемая, она никак вообще не хотела про Лимонову говорить. И было вообще невозможно даже близко что-либо делать на эту тему. Потому что не то, что там какой-то цензурный запрет, а это такая была самоцензура, то есть, вот такая идеологическая позиция. Мы типа с этим подонком не дадим возможности говорить. И тем более Лимонову, он там ужасный негодяй, фашист там и все остальное. Все говорят, ну нет, там Бунтман или Виндиктов. Нет, ни за что, никогда, ни за какие коврижки этого негодяя там у нас в эфире не будет. Или там репортажа о его там на соратниках, который пытается что-то делать, там какие-то акции проводят его защиту. Нет, нет, никогда не будет. Ну и приходилось всем объяснять, потому что в какой-то момент Матвей Гонопольский, он мне даже сказал, что ты тот человек, который просто силой, путем изнасилования заставил нас полюбить Лимонова. Да, было непросто. И я же как бы не только там на эхе Москвы или еще где-то. Я пытался там в пен-клубы обращаться. Пен-клуб был против радикально защищать Лимонова. И они говорят, нет, нет, ни за что, никогда мы не будем его защищать, он подонок. И я разговаривал с Битовым, и Ткаченко тогда. И Битов меня услышал, когда я стал ему говорить, что послушайте, ну это же как бы, ну это просто в средневековье это инквизиция. Ну так нельзя, нельзя человеку предъявлять обвинение с 30-летним сроком посадки на основании того, что он написал там в дневнике неудачника 10 слов или там, не знаю, в своей там новой книжке, или в газете там написал что-то, что, ну, что не является как бы преступлением, да. И Битов меня услышал, и они только после этого, он сказал, ну хорошо, то есть как бы, я вас понял, мы попробуем что-то начать делать. Ну то есть такая ситуация была, что его никто не поддерживал, то есть все поддерживали то, что ему хотят пришить, ну вот, ну грубо говоря. Кстати, у истории с Кустурицей, которая случилась незадолго до того, как Эдуард Лимонов оказался в тюрьме, было и продолжение про балет. Такая смешная история, балет Лимонов, то есть когда я решил к нему поехать в Сарат, туда, ну, в тюрьму попасть, никого не пускали, только, не знаю, там Андрею Лошаку от НТВ дали разрешение там на каких-то условиях еще каким-то этим пропагандистам с телеканалов центральных, с первого канала, но Лимонов как-то говорил, нет, я с ними не хочу, и плюс еще очень сложно было. И я спросил там у пресс-секретаря этого ФСИНа, я говорю, а что сделать, как мне попасть? Они говорят, нет-нет, мы больше не даем разрешения, там со всего мира люди ломятся, и мы вообще решили никому не давать. Я говорю, ну, а что сделать, чтобы туда попасть? Они говорят, ну, вы должны написать такое письмо, из которого будет понятно, что вообще никакого отношения к политике ваш визит не имеет. Ну, то есть, я написал письмо о том, что я хочу снять интервью с Лимоновым для создания фильма-балета по роману «Невник неудачника». Написал, просто вот все, что в голову, у меня было мало времени, я написал, что вот в этом фильме-балете будут участвовать, там, не знаю, там, Эмир Густурица, философ Бадрияр, там, скульптор Шемякин, там, певец-исполнитель Сергей Шнуров, ну, то есть, ну, вот все, что тогда на поверхности лежало, я в это письмо закатал в СИН и отправил. И они подписали его. И единственный вопрос был, а что, Лимонову нужно будет танцевать там в тюрьме? Мы не можем этого разрешить. И он не согласится. Я говорю, да нет, ему танцевать не надо, то есть, танцевать-то будут танцоры, вот, а мне от него нужно просто, чтобы он прокомментировал, вот, это не имеет отношения вообще никакого к политическому процессу, там, и все остальное. Ну, это, собственно говоря, вот этот короткий фильм, который я сделал потом, это вот, и отчасти и был этот фильм «Балет», ну, потому что ничего другого-то мы как бы не могли сделать. И я к нему поехал, и он дал мне интервью, и там много из этого интервью разошлось. А через какое-то время Лимонов еще сидел в тюрьме, и там решался вопрос, ну, как бы выпустить его по половине срока или нет. Да и никто не понимал, как бы, как это сделать. Ну, потому что там ФСБ было против, ну, они хотели его как можно дольше держать, там еще ему накинуть, ну, потому что они провалились на этом судебном процессе, тогда это было возможно. И у меня возникла мысль, я взял и опубликовал это письмо у своего знакомого в агентстве информационном. И просто за первый день 70 тысяч публикаций произошло во всем мире. А вот те люди, которых я перечистил в письме, я там не знаю насчет Бадриара, но Кустурица совершенно точно, и там Шнуров, и все остальные, они не сказали, что нет, мы ничего не знаем. Ну, хотя, конечно, я никакого разрешения у них на это не спрашивал. Да, я просто составил письмо. Они все сказали, ну, почему бы нет? А Шнуров даже сказал, давайте я напишу типа того, что музыку. Люди считали его за своего и равным в европейской культуре, да, что вот ни на секунду не задумываясь, они видят, что это как-то может ему помочь, они как бы соглашались. Ну, а вот результатом как бы этих публикаций было то, что туда приехало в какой-то момент 200, что ли, съемочной группы или 400 журналистов. Ну, то есть, я как бы специально не следил за этим. И после какой-то очередной японской съемочной группы, которая попыталась там чуть ли не через забор в эту зону залезть, чтобы снять, как Калимонов участвует в балете Дневник неудачника. Ну, то есть, как бы у ФСИН лопнуло терпение, они сказали, ну, все. Ну, то есть, ну, это как бы моя версия, это такая она сказочная. Они сказали, ну, все, хватит. И на все протесты там со стороны спецслужб, которые хотели его там держать, они сказали, все, мы не можем уже, нас просто атаковали сейчас. Мы уже не можем, у нас наша тюрьма не может уже больше зона существовать, потому что журналистов снаружи больше, чем у нас заключенных внутри, и они все пытались через забор к нам пролезть. Когда вот такая реакция появилась, я понял, что надо будет делать балет. И я нашел даже хорошего балетмейстера, это Оля Паутова, сейчас она директор провинциальных танцев в Екатеринбурге театра. И мы с ней пошли к Лимонову, и он сказал, слушайте, ну, что хотите, главное, чтобы я не танцевал. Если вам кажется это уместным, я готов вам отдать все права, пожалуйста. Ну, то есть, мы у него были, когда он на Космодеменовской набережной жил, то есть, и все. Но потом это как-то все заглохло, потому что я просил деньги у Березовского на постановку. Кстати, немного надо было, там, 300 тысяч долларов, что ли, чтобы его как-то поставить. Но этот балет, он, кстати, потом состоялся, он как бы закончился, ну, в каком-то смысле, потому что вот когда уже Лимонов вышел на волю, и была инаугурация Путина на второй срок, на сцене Большого театра выскочили нацболы перед началом второго действия балета Роберта Стуруа «Мазепа». И под пение хора «В руках московских палачей, в руках московских палачей» там вот эта вот толпа ребят, там, девчонок, пацанов в черном бегала по сцене с факелами и кричали там «Долой!» «Самодержавие!» «Престолонаследие!» И за ними бегала там охрана. А публика, самоудивительно, что все подумали, что это такой, ну, какой-то модернистский ход, там, не знаю, в стиле Кирилла Серебренникова. И они аплодировали, то есть, как бы, ну, как же там, вот это да, то есть, как бы, вот это неожиданный ход. И, ну, когда все задымилось, там, остановили это представление, то есть, этих ребят там похватали всех, они там на царской ложе сидели. И я спускался по лестнице, потому что мы так тихонечко снимали, это все сверху, мы знали, что это будет. И с пятого яруса с ним спускались, и мы встретили на лестнице бабушку, которая, не знаю, может, она с 19 века там работает в Большом театре, ну, какая-то там бахтерша, не знаю, и я ей спросил, скажите, а что ж такое ужасный дым? И что у вас тут такое происходит? И она так на нас посмотрела, вытаращив глаза, сказала, вы не поверите, господа, анархисты царскую ложу захватили. Лефортова вообще такая тюрьма одинокая, там, человек предоставлен самому себе, там, кстати, много случаев люди сходят с ума, но порой, поскольку она такая, там, никого не видишь. Здесь тюрьма другого-то плана. Например, если ты на суд допрос ездишь, то ты, то есть это в суд или на допросы к следователям, то ты имеешь возможность общаться с людьми каждые, там, два часа, два-три часа в день с другими заключенными. Здесь интереснее в смысле сбора материалов, например, ну, запоминаешь, узнаешь. Это отрывок из того самого фильма, о котором говорит Александр Орлов. Он десятиминутный, называется «Снег», и его до сих пор можно найти на Ютьюбе, в основе этой короткометражки интервью Лимонова, и оно было записано в саратовском СИЗО. Примерно в это же время, когда Лимонов был в тюрьме, и про него фильм-балет только готовился, чтобы никогда не выйти, свою, но полнометражную ленту о Лимонове, точнее, по текстам Лимонова, снял кинорежиссер Александр Велединский. Его картина вышла в 2004 году, и она называется «Русское». В ее основе лимоновские произведения «Подросток Савенко», «Молодой негодяй», «У нас была великая эпоха», «Русское» и «Мой отрицательный герой». Вот фрагмент из фильма «Русское» с Андреем Чадовым, Дмитрием Дюжевым, Михаилом Ефремовым и другими отличными артистами. В нем, в этом отрезке, молитва, в которой придуманный подросток Савенко как бы говорит «Бог, это обращаюсь к тебе я, Эдичка». Господи, если ты есть, сделай так, чтобы моя жизнь была необыкновенной, чтобы она была как в книгах, чтобы я всегда побеждал, был самым-самым героем, чтобы меня все любили, все-все-все. Говорит Александр Велединский, который писал сценарий «Русского» в конце 90-х, оторвавшись от сценария суперуспешного сериала «Бригада». В какой-то момент устаешься от материала, с которым работаешь. Вот, и я помню, да, я где-то на месяц оставил сценарий «Бригада», который мы писали на самом деле втроем с режиссером Сидоровым Игорем Проглевым. И за месяц написал сценарий «Русское», вот, а потом, каясь перед друзьями, я, забываю, работал с «Бригадой». Это был дефолт, и мы, в общем-то, и «Бригада» почти все там писали, хотя там были какие-то небольшие деньги. А у Лимонова, да, я сценарий написал, и он у меня лежал сколько-то лет. Четыре года письмену стали. А почему Лимонов? Это такая любовь, ну, потому что многие, когда читали Лимонова в первый раз, моментально влюблялись, другие моментально начинали его не любить. Ну, я, наверное, в первом отношении, да, потому что начали все сэдички, как у большинства, потому что это первая книга, которая в России вышла, еще книги были в депрессии, там, в 1989 год, на книжном рынке, в городе Горьком, тогда еще, может, я ее купил, у меня 20 рублей, это были достаточно большие для того времени деньги, 89 идет, и, да, сразу, и даже когда поступал уже на высшие курсы, в 1993 году, там был в анкете вопрос, кого бы хотели экранизировать, он писал, Набоков и Лимонова. Это то, что легло на душу, а вот когда я прочитал Харьковскую трилогию, то мне еще было, ну, очень понятно, что это где-то и про мое поколение, и про меня, я тоже вырос на окраине индустриального города Горького, в данном случае, Лимона, Сарькова, и, например, понимал ту среду, в которой он существовал, у меня, там, большая часть двора, либо в Кремне, я погибаю, либо в Аместане, Лимонов, как раз, из тех людей, которые раз полностью принадлежащие этой среде, но были и мы, и оказалось это интересно. Сам Лимонов говорил, что читал сценарий фильма «Русское», но дело было в Лефортово во время встречи с адвокатом и за 15 минут. Да, мы через Сергея Беряка, адвоката Эдуарда Миноменовича, передали ему сценарий, он сказал, да, он вообще удивлен, что сидя в тюрьме, это действительно удивлен, тем более, это стоило еще каких-то денег, которые очень помогли, потому что, я не помню, каких-то денег стоило, которые помогли его поддержать, материально. Помню, когда мы ехали с Эдуардом с Сергеем адвокатом на встречу, когда Эдуард освободился, к нему домой, потом уже созванивались, мы там выпили, поели мясо, он приготовил, общались долго, достаточно, курили сигары, которые ему что-то подарили. А потом, он мне как-то звонил, все спрашивал, когда же премьера Фибера, когда же премьера Фибера, и сказал мне такой, вы, Александр, не переживайте, вообще человек добрый, вот я на сроках не буду, если что. Он был на премьере, и был, по-моему, доволен фильмом. Знаете, я хочу сказать вот что, в первую очередь, в первую очередь, для меня Лимонов, и для многих, поэт. Поэт. В стихах соврать сложнее, чем в строзе. В строзе можно, как-то, лукавить и спрятаться за чем-то. А с поэзией, по-моему, все. Хотя я сам стиху стиху не представляю. И думаю, что для меня, конечно, поэт, в первую очередь, большой поэт. Хотя и большой писатель, конечно, продает. Лично. Лично меня поставил бы в тупик такой вопрос, ну, просто потому, что у меня очень плохая память. Вы, может быть, помните какое-то стихотворение Лимона, вы, или там, часто к нему обращаетесь, и можете прочесть? Да, я, конечно, помню, но в связи как раз с вчерашним трагическими событиями, я первое, что открыл, и друзьям многим разослал даже эти строчки его. Я тоже ребенок у Божьих ног, я тоже хочу целовать порог. Дело не в том, чтобы не умереть, а чтоб не страдать, да чтоб не болеть, а так бы возвышенно к Богу вспорхнуть и не испугаться его ничуть. Ничуть-ничуть совершенно нет. Еще ветератом, что я поэт. После того, как Эдуард Лимонов вышел из тюрьмы, он не бросил политику и стал одним из самых последовательных протестующих в самый спокойный для российской власти политический период в середине 2000-х, вспоминает Александр Орлов. Когда Лимонов находился в тюрьме, его, ну, грубо говоря, заместителем был Владимир Лендерман, товарищ Абель, так называемый, который сейчас в Риге сидит. И как раз тогда вот острая шла такая полемика внутри вот этой организации и внутри вот этих вот сил, нужно ли объединяться. Потому что до этого это было, ну, как бы просто невозможно. Там перед дверями в бункер НБП лежал там флаг американский и какой-то полотенце с портретом там, немцова, еще кого-то, который они ноги там вытирали. Ну, то есть там необходимый ритуал такой был, чтобы зайти в бункер, вытри ноги там, морду Немцова и Сороса. Не знаю, я уже сейчас не помню точно, но я помню, что это было. И в какой-то момент, после того, как Лимонов написал книжку «Другая Россия», возникла такая идея, даже мы обсуждали ее у меня на даче с Лендермановым, где он там прятался. И я им предложил, говорю, а почему бы на какой-то момент не отойти от своих этих вот антипатий политических и не попробовать, использовать вот эту пассионарную силу в первую очередь у молодых и действительно объединиться и показать, что существует другая Россия. Другая Россия, эта Россия устремлена в будущее, прекрасная Россия будущего, и объединить вот эту вот энергию, грубо говоря, нацболов, потому что кипело, и энергию, грубо говоря, либеральной молодежи создать такую политическую организацию. И в конце концов появилась эта организация, то есть они даже какой-то съезд провели, и там понятно, что там был некий паноптикум, кого только не было, но в какой-то момент и Лимонов не возражал против этого, он наоборот даже, мне кажется, он понял, что в этом что-то есть, и что в принципе можно объединить усилия его этой микроскопической партии, в которой на тот момент, не знаю, сколько было, там пять тысяч человек, но очень активно, и вот этой вот либеральной молодежной среды, которая была довольно большой, емкой, грубо говоря. Ну вот с этого и началось сотрудничество. и собственно стилистика общая появилась, ну то есть заимствовали у нацболов, понятно, ее там и власть заимствовала, молодежные движения, там политические какие-то организации, и либеральные тоже молодежные организации, они заимствовали эту стилистику, вот этой уличной борьбы, этих акций, то есть такого, ну такого жесткого, очень уличного политического театра, да. Ну он как бы был автором этой коалиции, и в конце концов это все его вот это авторство, мысль, которую он высказал в момент объединения, да, всех этих сил, самых таких пестрых и разных, она как бы и привела к 11-му году, ну то есть это была его идея, то есть там она в чем заключалась, он в книжке «Другая Россия», это еще в 2003 году, ну собственно откуда все пошло это «Другая Россия», там, он очень четко сформулировал такую простую вещь, что как бы современные нынешние государства, оно совсем не современное, оно находится вообще вне поля как бы права, да, что в этом государстве все определяет адаты, ну то есть если проще говорить такие, грубо говоря, средневековые логики, которые собственно и выстраивают всю нашу жизнь, ну то есть они на Кавказе распространены, то есть они там буквально ими руководствуются люди, да, например, да, и там в некоторых там мусульманских странах, и в России тоже так получилось, что еще и советизация добавила туда, в эти адаты, то есть это были советские там наполовину адаты, то есть произошел такой симбиоз, и Лимонов, ну он там, что это такое, ну чтобы понятно было, ну это как бы в уголовном мире это понятие, да, то есть вот, ну понятие, да, когда закона нет, это есть понятие, а как бы в общей жизни общества, это система адатов, ну то есть вот там, в этой другой России там перепечатывали все, все смеялись над этим, почему все вот российские женщины, будучи там прекрасными, там молодыми, и в зрелом возрасте, они очень разные, а когда они подходят там к определенному возрасту, к определенной черте, они все превращаются в одинаковые существа, да, то есть вот в этой, там меховая косынка, там пальто, непонятная сумка, это вот, они одинаково мыслят, они разговаривают, но он как бы объяснял, что это так общественный адат их социальную роль программирует, и как бы мысль была простая в этой книжке, что давайте, друзья, мы откинем, ну конечно он так буквально не говорил, потому что для него это было невозможно, он же был как бы там пророк, вождь, писатель, но в общем и целом как бы она считывалась, эта мысль, а давайте-ка мы попробуем без адатов, ну и вот произошло такое слияние, но Лимонов его придумал, и он активно очень действовал, чтобы объединить вот эти силы, там понятно, там какие-то ампиловцы были, еще там какие-то коммунисты, прицепом, то есть довольно пестрый Касьянов там ходил в этой другой России, когда вот она как организация начала оформляться, но в конце концов они пришли к определенному согласию, и собственно как бы поэтому вот возникла эта идея там 31-го числа каждого месяца, 31-я статья о Конституции, но опять же это же Лимонов и НБП выдвинули этот слоган, мы научим вас, суки, Конституцию любить, да, и как бы на этом все основывалось, они говорили, да, ну там буржуазное общество, да, там все не очень им нравится, но давайте мы будем обращаться к Конституции, как бы, а не к Адатам, и будем отстаивать наше право на публичность, и в конце концов, в 11-м году, когда возникла, ну грубо говоря, революционная ситуация из-за фальсификации колоссальной на выборах, это фактически привело к возможности вот той, о которой Лимонов везде говорил, в 11-м году так вышло, что в принципе те, на кого он не очень-то рассчитывал, но все-таки рассчитывал, они как бы его предали все, там, ну в первую очередь, конечно, это либералы, которые увели вот эти тысячи людей, там, не знаю, сотни тысяч, ну сотни ли тысяч, но все-таки тысячи людей были, от Центра избиркома, где была реальная точка, куда приложить совместные усилия, и коммунисты, которые сомневались, им же все-таки победу на выборах, принесло вот это голосование, когда за них голосовали, эту победу у них украли, которые не вывели вот своих сторонников на улице, они должны были, конечно, вывести, это было в их интересах, но они этого не сделали, там договорились, и вот он один остался, там сколько там, 300 нацболов, как говорят, 300 спартанцев, и, конечно, вот это вот его подломило в какой-то момент, ну и понятно, что еще все над ним смеялись, и единственный человек, который его поддерживал, как ни странно, был Навальный, которого вот он тоже обзывал, там ненавидел, который говорил там, насколько вот я помню из этой ситуации, из этого КПЗ, где его держали, что нет, нет, не уходите, не уходите, потом не будет больше такого шанса, ну то есть вот был такой момент, ну а потом все как-то так, никто не захотел, там не знаю, там кровь проливать, или там ну как бы драться, там и все остальное, все выдохнулись, ну слава богу, ну то есть мы-то им все сказали, но другое дело, что в тот момент, когда это все началось, когда началась революция, ну фактически началась революция, было ощущение полное, то вот начался такой колоссальный мятеж в столице, и политологи кремлевские, там из моих знакомых, они говорят, что делать, ну там что будет дальше, как ты думаешь, ну то есть ты там с ними общаешься, я говорю, да я не знаю, друзья, они говорят, ну как бы все довольно большой паники, потому что если сейчас критическое количество людей выйдет на улицы в Москве, там через неделю вся страна будет этим охваченной, и придется как бы власти откатывать назад, ну вот в принципе, если бы все это произошло именно так, как ну себе Лимонов представлял, то возможно мы бы сейчас жили в другой стране, не в национал большевистской, потому что конечно у него не было бы большинства никогда в этой странной пестрой коалиции, но он вот предложил этот принцип, я думаю, что он уже думал, что сейчас вот его стихи эти, там 40-летней давности, вот сегодня лидер оппозиции, там звонил правительству с утра, что революция в столице и власть сдавать уже пора, лидер оппозиции, там какой-то странный человек в очках, ну это все он как бы про себя написал, но он сейчас в 70-е годы все это написал, и он уже, я думаю, что он был готов к этому, ну хотя он не был там лидером этой оппозиции, ну там вообще не было лидеров у этой оппозиции. Члены коалиции «Другая Россия» устраивали уличные акции, и у них случались такие стычки с ОМОНом, вот как о них вспоминает политтехнолог Марина Литвинович, она наблюдала Лимонова вблизи и говорит о нем хоть и с симпатией, но и с долей разоблачения. Несмотря на все, что потом с Лимоновым случилось, и вот все эти истории с Донбассом, я вспоминаю эти времена с радостью и с весельем, потому что было очень энергично, было очень опасно, была постоянная слежка, постоянные аресты, задержания, это в общем какой-то был приключенческий роман «Ань жизнь», и этот как раз период был связан с общением с Лимоновым. Мне кажется, что вот сама вся история, что он, несмотря на то же свои взгляды, пошел на союз с либералами, это было сильно с его стороны, не все были готовы идти, как и многие либералы не были готовы идти на союз с нацболами, тактически, безусловно, это был тактический союз, политический, вот, и, конечно, если говорить, например, о маршах несогласных, то нацболы, они всегда выступали, скажем так, авангардом колонн, и в то время, вот сейчас это странно говорить, но в то время очень часто были прям прямые столкновения с ОМОНом, и, собственно, обычно в первых рядах всегда шли нацболы и принимали на себя удар. Он обычно вторым рядом шел, там первым рядом шли его ребята молодые, вот, и защищали его. у него всегда было большое количество телохранителей, потому что, конечно, было слишком много желающих Лимонова или задержать, или напасть на него, поэтому у него были крепкие такие ребята из нацболов, собственно, непосредственно, которые его охраняли и стерегли его, потому что он был, ну, все, он был невысокого роста, худощавый такой, сухонький, человек не созданный для того, чтобы сражаться с ОМОНом лицом к лицу. Надо сказать, что у Эдуарда Лимонова не всегда были сложные отношения с властью. Он был с нею и на одной стороне. В такой неожиданный резонанс он вступил с нею как раз после того, как ничего не получилось в начале 2010-х, когда зимние протесты не привели к изменению ситуации в стране. Лимонов довольно едко в своей манере называл Координационный совет оппозиции собранием господ и девушек с неизвестными фамилиями. Это еще такая самая мягкая характеристика. Но окончательно сошлись позиции Эдуарда Лимонова и российской власти в 2014 году, когда был присоединен Крым и когда Россия поддержала самопровозглашенные республики Донбасса. Сразу отвечу про крымское направление. А скажем так, никакой поддержки со стороны Лимонова власти в направлении Крыма не было. Это снова журналист Александр Орлов. И быть не могло, потому что эта власть поддержала то, что Лимонов на протяжении многих лет делал, когда даже это было просто запрещено. Но если вы помните, они в Крыму себя довольно активно вели, они пытались говорить, что это русская территория. Они продолжали делать то, что они всегда делали. Да, в какой-то момент они послали туда собственные какие-то подразделения, которые им удалось создать, которыми воспользовался потом Захар Прилепин. Но они иначе поступить не могли бы. Они к этому шли постоянно. Это то же самое, что они пытались высадиться в Казахстан, создать собственную бандитскую пиранскую республику, напасть на Россию. Это такие экзотические вещи с точки зрения обывателя, которыми они пытались заниматься всегда. Эти смелые заявления, что как только мы придем к власти, ха-ха-ха, мы тут же начнем войну по периметру всех границ Российской Федерации. Это в каком-то смысле тоже художественный жест. И Лимонова, и его товарищи, они за это художество платили. Такой акционизм политический в этом был. И они это делали тогда, когда и близко ни у кого в голове не было говорить о присоединении Крыма. Все-таки трясли головой и очень жестоко наказывали за это. И наказывали и в России, и во всех этих странах, где они это делали. Ну вот ничего удивительного нет, когда говорят, а, Лимонов продал нашу либеральную идею. Почему он ее продал? Ничего он не продал. Он следовал своим представлениям всегда. Он ни на миллиметр от них не отступил. Другое дело, что это совпало с устремлениями государства, совпало с этой геополитикой. Последний вопрос, он скорее личный, и в нем я хочу спросить вас о трех поэтах. Ну, во-первых, вы пишете стихи, во-вторых, вы дружили с Ильей Кормильцевым, ну и про Эдуарда Лимонова. Они через издательство Ультракультура сотрудничали, но Эдуард Лимонов потом в книге мертвых отозвался о Кормильцеве не очень хорошо, ну, хотя поищи, о ком он хорошо сказал в этой книге. Какие у них были отношения? С Кормильцевым? Кормильцев был в восторге от Лимонова, и чем сильнее Лимонов ругал, тем как бы больше ему это нравилось. Ну, собственно говоря, там еще в 90-х годах в Екатеринбурге, в конце 90-х годов Кормильцев, он просто в полном восторге мне говорил, ну, ты понимаешь, как он роскошно, роскошно меня обозвал, то есть, и всех, там, Гребичков, меня, там, все, это же просто потрясающе, как они это говорят, и самое главное, что они, это почти правда, да, то есть, многое из того, что Лимонов говорит о рокерах, там, обо всех остальных, об этих жирных, там, заевшихся, вот, это же говорит правда, когда Лимонка нас кастерит. Насколько я понимаю, там, как бы, разночтение произошло важное, когда изъяли вот тираж книги «Другая Россия», и там как-то стоял вопрос об открытом гонораре, в зависимости от того, сколько продадут, а весь тираж изъяли, и они ему заплатили какую-то сумму вместо этих обещанных, там, не знаю, хотя речь идет о каких-то вообще совсем маленьких деньгах, там, три или четыре тысячи, там, долларов на тот момент, они ему смогли заплатить только полторы тысячи, ну, потому что издательство фактически разгромили из этой книги и начали их прессовать, и Лимонов очень сильно разозлился, но он считает деньги, потому что он писал эти книги, в том числе для того, чтобы содержать партию, потом просто ультракультуру разгромили, ну, Лимонов, да, он, не знаю, там, ни про одного человека хорошо не написал, да, в своих этих вот мемуарах, но тем не менее, они же ценны эти мемуары, цены они, в первую очередь, что это он пишет, понимаете, то есть, как бы в этом, как бы ценность, не то, что он там пишет правду или неправду, а как он пишет, вот, эти свои прозы невероятные, говорю, что, ну, наверное, такой прозы давно не было до него и не будет еще долго, это же, как бы очень просто визуально, на самом деле, и вот на там, на слух, это очень просто, это пушкинские предложения, там, в каждом предложении не больше пяти, там, шести слов, но она настолько упругая, она так хорошо написана, эта проза, как Армельцев говорил, она резиновая, ну, то есть, вот она как резиновая, эта проза, ее, как чеченский язык, который, когда во рту картошка, ну, то есть, понимаете, да, о чем я хочу сказать, и абсолютно ясная, эта проза, ну, по своей структуре, производит очень мощное впечатление, плюс у него еще такая особенность была, я, конечно, был поражен, когда я его столкнулся, первый раз, он писал набело, понимаете, он не писал черновиков, он садился, вот, он мог с тобой поговорить, что-то озвучить, какую-то там, мысль, то есть, в принципе, все его разговоры, это были тексты, он их произносил, эти вот речи, да, и вот эти вот диалоги, он как бы осуществлял, а потом он садился и начисто записывал, ну, то есть, вот, как это прозвучало, так он и записывал, без всякой рефлексии, там, без всякого, там, переставления слов, без поиска нужной формы, то есть, он в какой-то момент, видимо, он говорил, я его спрашиваю, говорю, а как так получается, то есть, вот, несколько раз я его спрашивал, как, почему вы пишете набело, почему нет черновиков, даже не журналистка, он говорит, что я прошел это время, то есть, у меня в Париже там лежит, там, тысяча страниц, где-то в чемодане он бросил своих черновиков, каких-то вот мучительных размышлений над этим стилем, но в конце концов, он этот стиль создал, который позволял ему только мысль забрасывать вот в эту конструкцию. Последняя книга Эдуарда Лимонова называется «Старик путешествует». Договор на нее автор не так давно подписал с издательством «Индивидуум». Главный редактор издательства Феликс Сандалов по нашей просьбе цитирует еще не изданный текст и вспоминает Эдуарда Лимонова. Мне это вообще на самом деле очень тяжело по всем об этом говорить и я чувствую как бы мелочность любых слов перед лицом произошедшего, потому что нам только предстоит еще осознать масштаб в общем-то утраты. Действительно, сегодня день национального трауры это очень цельный настоящий человек, который везде оставался собой, то есть его во-первых, все политично, на мой взгляд, и его литература была политической, а его политика была очень литературной и романтичной, и поэтому это так и работало, так било по сознанию молодых пассионарных людей. Не знаю, я в этом смысле может быть плохой издатель, потому что мне не предоставилось, к сожалению, возможности катать Эдуарда Вениаминовича по Италии в роскошном автомобиле, потому что я, во-первых, не умею водить, во-вторых, не успел просто это сделать, но мне хотелось сделать что-то ему приятное, и вот когда мы с ним встретились, я сегодня ехал с утра в поезде и думал о том, что чисто для себя это как бы очень маленькое какое-то событие, вообще ничтожное в общем масштабе, но важно это мне лично, что я просто успел ему сказать спасибо, глядя ему в глаза. Я бы хотел, не знаю, с вашего позволения процитировать из его книги, его речь, она сильнее, чем любые слова мои. Ну и намучился я с заглавием как никогда. В сознании возникло тёплое старик, и я во что бы то ни стало хотел старика в заглавии и пристроил таки. Что в книге? Я собрал вместе куски пейзажа и ситуации, случившиеся со мной в последнее время, всплывшие из хаоса воспоминания, и вот швыряю вам, мои наследники, а это кто угодно, зэки, работяги, иностранцы, гулящие девки, солдаты, полицейские, революционеры. Я швыряю вам результаты. Получилось неплохо. Я хотел бы наткнуться и прочитать такую книгу в ранней юности. Тогда я бы серьёзно глубже вглядывался во всё, что я замечал в жизни. Замечал бы глубже мохнатой зелени, её буйство, неистовые глаза животных и жажду свободы в глазах женщин. Получилось совсем неплохо. Что-то я уловил. Чего я искал, перемещаясь из страны в страны Монголии и в Пари. Помимо смерти, поскольку очевидно, что я искал смерти, становится очевидно, прочитав книгу. Я хотел смахнуть со стола моего сознания прошлое ощущение, хотел полностью заменить себе сознание. Не совсем удалось. Иной раз совсем не удалось. Прошлые ситуации и люди из моего прошлого всё же пробивались ко мне. Читая, вы увидите. Однако я открыл вот что. Мне всё оказалось нужно. И монгольские пастухи гаучио на мотоциклах и дефиле устаревших французских войск на Шам-Элизе. Всё оказалось нужным. Они смехотворные, эти войска. Они устарели, как Франция. И всё останется. И всё уже осталось. Эти слова это, конечно, полноценный финал, но пусть будет ещё и послесловие. В этом качестве выступит отрывок из последнего интервью Эдуарда Лимонова. Оно вышло в день смерти писателя на телеканале «Культура». Говорит сам Лимонов. Ну, в общем, я думал, что я, судьба моя будет необыкновенной. Я уже, я помню, в 11 лет смотрел из окна нашего харьковской квартиры. Ну, и я думал тогда, я думаю, господи, неужели я всю жизнь буду смотреть на это? Не буду. Ни за что. Это был ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые ещё долго останутся важными. Советуем вам послушать и другие наши выпуски, например, о том, как бизнес ждёт худшего от пандемии коронавируса. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в эфир или просто хотите предложить редакции тему, напишите на адрес podcastsobakameduza.io или в Telegram meduza loves you. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok